Ребят, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И по следам недавнего комментария, я просто с утра сегодня встал, пока чай пил, раз такой комментарий мне в глаза попался. Вот, а что будет с вашей липой, которую вы продаете, ну и которую монтируете в Ефремовской бане через год? Липа начинает чернеть, липа начинает гнить, через год уже будет всё, дрова всё выкидывать, всё переделывать, всё нахрен. У меня сегодня как раз время было. Вот сегодня разберём вот эту вот стенку. Вот этой вот бане год. Сейчас я прям вот оттопил баню, чтобы здесь было не холодно. Вот как в прошлый раз парили здесь вот так же, листья от веников лежат. Сейчас это скинем, вот этот вот полок уберём и видите здесь саморезы. Ну видно, что я их не откручивал, вот они как туда вкручены. Так вот, их даже деревом уже подзатянуло. Видно, что я не снимал. Вот сейчас я не знаю, что там. Я предполагаю, что там всё хорошо, но что там я не знаю. Поэтому сейчас прям при вас вот эти вот две доски снимем и посмотрим, что у нас происходит с липой. Но сначала полок надо снять. Благо полок у меня этот съёмный. Мы его просто берём вот так. Опа! Кстати, что с полком? Ну вот вообще ничего. Вот от слова совсем ничего. И народ, кстати, спрашивал, а как крепится полок. Сейчас я полок сюда перекинул. Раму полка я уже показывал, как мы делаем на производстве. А здесь у нас, во-первых, идёт отбивочная доска. Это вдоль всего полка с двух сторон. А здесь закладные, на которые сверху просто ложится полок. Вот они, закладные, которые вкручены в сам каркас. И на них сверху укладывается полок. А так как полок у нас трансформер, и его можно сделать на ярус ниже. Ну, если дети в баню пришли, им надо тазики внизу поставить. То это основной полок, а это добавочный. Вот здесь вот ещё одна рельса. Такая же закладная. Мы можем полок установить вот сюда вот. Ну и вот смотрите, год прошёл. Вот вообще с ним ничего не происходит. Нигде никакой черноты. Ничего нигде нету. Самим полком. Вот, вот здесь вот мокрое немножко осталось после прошлого раза. Плохо просушил. Но тоже никакой гнили, никакой черноты нету. Кто помнит этот шуруповёрт? Прикиньте, он всё ещё живёт. Он вообще неубиваемый. Кто помнит самую первую баню, точнее не на прокачку, а первую экспериментальную баню, которую мы строили там из разных материалов, дымоходы целыми сутками топили. Вот ту баню ещё делали 3 года назад, по-моему, вот этим шуруповёртом. И он всё ещё зараза живёт. Тут ничего с ним не происходит. Так, ребят, в общем, снимаю первую доску. Надеюсь, она открутится аккуратно, бита вроде нормальная. Вот, чтобы вы поверили, что я не откручивал, не смотрел. Видите, когда саморез выходит, он дерево обратно вытягивает. Здесь видно, что саморез не был вообще открученный. Здесь где-то вообще далеко саморез. Здесь вот и вот он. На самом деле здесь. Вот этот звонок. Б Так, из стены вышел, она из доски выходить не хочет. Ладно, дальше путем. Вот с саморезами также за год ничего не случилось, желтые оксидированные. Смотрим, говорят будет конденсатор, говорят будет течь, говорят будет предь. Вот липа с обратной стороны. Смотрите сами, только открутил, нигде ничего не стирал, не убирал, не отбеливал. Беленькая, красивая липа с обратной стороны. Смотрим на контргрузке. Вообще, ничего с ними не происходит. Но мы сейчас на этом не остановимся, мы еще одну доску открутим. Ее обязательно посмотрим. И, наверное, еще вот эти вот нижние доски открутим, потому что ниже же влажность больше. Вроде как туда должно тогда все стекать, преть, гнить. Смотрим дальше. Так, ребята, рискованный момент. Что у нас происходит под нижней доской. Смотрим. Вот, ребята, смотрите, я сегодня баню растопил. Вот, смотрите, в бане какая температура. Ну вот сейчас 35 градусов. Соответственно, во время растопки бани должен образовываться конденсат. Вот он конденсат, смотрите, здесь его немножко видно. Вот если я пальцем проведу, вот, видите, вот чуть-чуть вот его где-то вот здесь вот видно. На дереве нигде ничего нету. Вообще, здесь вот даже стружка оставалась, когда монтировали. Нигде ничего нету. Мы вот этот вот контрбрус бьем на гвозди. Ну, у нас пистолет такой большой. И мы этим пистолетом пробиваем сам контрбрус. Мы его не на саморезы крепим. Сами гвозди, они из черного металла. Вот, смотрите, видите, здесь видно, что головка у черного гвоздя. Сейчас я ее поковыряю. Вот она. Она порыжела. Ну и вокруг нее дерево потемнело. А больше с деревом вообще нигде ничего не происходит. Вот вообще. Вот он конденсат, видите. Видите, когда баня прогреется, он просто весь просыхает этот конденсат, потому что дерево нагревается. И все, выходит. Воздух туда попадает. Вот в этих вот местах. Вот откуда-то водичка капнула. Видимо, тоже где-то... А, нет, это, наверное, смола. Да, это смола выступила. Я думал, водичка капнула. Ну, нигде ничего нету. Для контрольного выстрела давайте еще досточку открутим. Вот эту вот. Или нет, вот эту откручивать не буду. Потому что если что-то будет происходить, то будет происходить внизу. Давайте внизу откручивать. Мне просто не охота, чтобы потом было видно сильно вот эти вот саморезы. Под полком все равно не видно будет. Эту доску аккуратно на место положу. Но я уверен, что под этой доской тоже ничего нету. Давайте вот эту вот открутим. Вот так вот. Вот, смотрим здесь. Опять же, вот он конденсат. Вот он. Ржавчинка на гвоздях. Вот гвоздики. Порыжили маленько от влаги. А вот здесь вот на саморезы прикручено. Вот здесь вот с саморезом ничего не сделалось. А гвоздики рыжеют. Буду иметь в виду. Конденсат есть. С деревом ничего с контрбрусками не происходит. Ну вот и липа на заднем слое. Вот она стоит. С ней тоже ничего не происходит. Вот задняя сторона липы. Отлично себя показывает. Ладно, сейчас смонтирую обратно и сделаем выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот смотрите, чтобы не думали, что я сначала открутил, посмотрел, а потом вам показываю. Видите, какие дырки остаются, если ее перебираешь. Ну, вот не такие, как здесь. Здесь видно, что как саморез туда вогнали, так она и стояла. Мы сегодня еще будем одну интересную штуку вам снимать, показывать. Это вот такой вот от теплого и сухого соляной брызг ЖПК. Мы ППШ подкручим вот к этой вот кастрюле и заложим туда соль. Но это будет в отдельном видео. Больше всего, кстати, в бане за год пострадала лавка. Ну, вот видите, какая она. Она у меня стоит под водяным баком. На ней постоянно стоят тазики. Вода наливается, веники лежат. И вот лавка пострадала больше всего. Здесь с нее, с фитокороба на нее тоже водичка протекает. Ну вот, вот так вот выглядит лавка. Ну, какая есть, такая есть. Такую показываю. Она ничем не обработана. Вот, ребят, вот это вот лавка для детей. Чтобы детям было комфортно. Ну, если... Ну, у меня дети, правда, на верхних полках парятся. А вот так, если хочется внизу посидеть, либо дети любят внизу пониже. У меня-то дети на полках нормально бегают. Вот так вот полок можно на нижний ярус переставить. Тазики поставили. Дети здесь на нижнем ярусе плескаются. Им здесь комфортно. Они не высоко, не в паровом пироге. А на этом полке можно свободно кого-то парить. А чтобы... Если дети в бане, то они начинают постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда носиться. Чтобы на них не ругаться и чтобы они не выпускали пар. Сейчас с оператором местами поменяемся. Вот над дверью. Паразахват. Повесили? Или повешали? Вот пар, который вот до этого уровня, он уже не уйдет. Даже если дети будут здесь носиться, вот пар, который здесь, он так здесь и будет оставаться. Не надо, подняли его просто. Изливаю мерлен в коврик. Вот, вот такие вот дела. Такая баня. Сейчас лапку... Пускай пока так полок стоит. Попробую так его поэксплуатировать. Давно так не делал. Это камни от облицовки. Потому что сейчас на ППШ одеваем новую луду. И все, я вам в следующем видео покажу. Так что, ребят, не бойтесь делать контрбрус в горизонт. Вот я вам сейчас наглядный пример показал, как контрбрус у меня здесь в горизонте стоит. Я, похоже, эту доску задом наперед, что ли, поставил. Что-то она светлее выглядит, чем даже вот эти вот боковые. Хотя нет, не должен был. Но все равно криво ее поставил, надо будет перекрутить. И массив дерева на стене это вообще вещь. Он нагрел, дал температуру в парное помещение от себя. После залпового проветривания. И потом просушил баню. Он тоже будет сюда в баню отдавать температуру. Баня будет классно просыхать. Дерево, когда горячее, оно... С ним ничего не будет. Оно выдавливает из себя влагу. Кому нужна липа. Липа у нас есть в наличии. Ее достаточно много. И на полке липа, кстати, тоже есть в наличии. Вот такой вот видос получился. Палец вверх. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok